В эти минуты в Москве проходит награждение победителей Всероссийского конкурса среди журналистов на лучшее освещение социальной и пенсионной тематики доверия. Напомню, что конкурсная комиссия присудила второе место нашей телерадиокомпании. Было представлено 14 репортажей информационной программы «Республика» и специальный выпуск программы «Бумеранг» о пенсионной реформе. Подробности смотрите в нашей программе на следующей неделе. Зима только вступает в свои права. Но любители экстремального купания уже открыли новый сезон. О тех, кто не боится морозов, в нашем следующем сюжете. Вообще-то они купаются круглый год. Официально старт сезона для них лишь формальность. Экстремалы утверждают, чем холоднее на улице, тем больше удовольствия они получают от купания. Для некоторых это уже стало обыденным делом. Леонид Ефремов моржует почти 40 лет. Без воды свою жизнь представить не может. Он уверен, с помощью таких водных процедур здоровье можно сделать богатырским, а волю стальной. Каждый год круглый сезон. У меня нет первого круглого года. Ежедневно. Второе, долгое время молча. Никакого посудного заболевания не имею. Как оказалось в клубе любителей зимнего плавания, Леонид не единственный морж, кто ходит на Волгу каждый день. В обеденные часы здесь собирается около 20 человек. Они считают, в этом виде закаливания нет возрастных границ. Моржуют с одинаковым удовольствием и взрослые, и дети. Как не холодно? Очень даже хорошо, очень здорово. Водите плечи на улице. Я сам только третий год занимаюсь. Мне это очень нравится. Присоединяйтесь. Популярность Аквайса растет с каждым годом. Сейчас клуб Экстрим насчитывает около 160 моржей. Я приходил на Волгу. Здесь была всегда прорубь. Раздевался, окунался, одевался и убегал. Всегда пять лет смотрел на моржей, которые приходят в этот домик. Мой товарищ в этот клуб ходит. Михаил Андронов. Он меня вовлек в более длительное плавание. Моржи со стажем отмечают, что начинать плавать сложно. Но групповой заплыв придает уверенности и безопасен. Моржи, которые, вот такие вот оккультуренные моржи, которые посещает клуб, они не плавают индивидуально. Они не ходят, как рыбаки по тонкому льду, не сверлят лунки. То есть у нас, я еще раз говорю, организованная прорубь, где моржи купаются. Эту прорубь готовят, и она огораживается. Пока моржи купаются в Волге, но скоро река замерзнет, и купаться будут уже в проруби. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Республика.